Приветствую вас! Позвольте, и я присоединюсь к обсуждению вашего вопроса, точнее попробую ответить на ваш вопрос со своей позиции, со своей точки зрения. Вам ответили уже коллеги, не буду безусловно с ними спорить, ответили вам хорошо и правильно, все коллеги без исключения. Вот, поэтому я постараюсь просто посмотреть на ваш вопрос, с другой стороны. Вы пишите, нужно ли избавляться от зависимости от кофе и сладких продуктов. Знаете, в чем дело, прежде чем говорить о том, нужно ли избавляться от зависимости, нужно определить, есть ли у вас зависимость вообще. То есть, это означает, что вы при наличии зависимости не можете без кофе и без сладкого. То есть, просто не можете без этого. У вас натурально начинается ломка, вот. Об этом вам говорили. Так же, так же, зависимость, как правило, обозначает, что человек, как бы, ну, ради вот того, что ему нужно, ради вот того, чтобы получить то, что, ну, то, что ему необходимо. Вот, он ради этого готов пожертвовать чуть ли не всем, чем, что у него есть. Если такая история с вами происходит, то, конечно, это зависимость и от нее нужно избавляться. То есть, по большому счету, то, что нужно понять, это то, что зависимостью называется такое поведение или образ жизни человека, когда наносится вред либо ему, либо его близким. Либо человеку наносится вред, либо близким человеку наносится вред. И в этом случае, в случае, если вы чувствуете, что такой вред имеет место быть, вам необходимо, да, избавляться от зависимости. Это так. Это правда. Вот. Дальше. А если подобного вреда нет, то возникает вопрос. Ведь вы же пришли сюда, смотрите, ну, с каким вопросом, вы пришли сюда с вопросом не о том, как мне избавиться от зависимости. Да? Вот. Вы пришли сюда с вопросом, нужно ли? Т.е. это означает, что скорее всего, кто-то… кто-то… донёс до вас мысль такую, донёс до вас такую мысль, кто-то, какой-то человек, что вы зависимы от сладкого, ну там, от сладкого, от кофе, да, и так далее. И вы теперь спрашиваете у нас, а нужно ли, нужно ли избавляться? Ещё раз, если бы вы сами хотели это делать, если бы вы сами хотели избавляться от зависимости, вы бы ставили вопрос по-другому. А так, получается, что вам кто-то эту мысль донёс, кто-то вам, ну я бы не сказал, что внушил прямо, да, может быть, внушил, это неправильно будет, именно такая постановка вопроса, что прям внушил, вот, но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, нужно определить источник, вот источник этого, этого, этой, этой установки Васи, которая имеет место быть здесь и сейчас, вот. Значит, я думаю, я думаю, что с этого и нужно начать. откуда появилась вот эта вот идея у Вас, откуда она появилась, откуда появилась, значит, с кем она была сформирована, и так далее. И что же это получается? Это получается, что Вы не уверены в себе, да? Вы, получается, что Вы не уверены в себе, ну, не уверены в себе человек, Вы, получается, что идею, идею, вот, того, кто Вам это донес, восприняли всерьез, вот. То есть это, ну, по крайней мере, по меньшей мере, точнее, это вот уже является своего рода прецедентом, прецедентом, то есть это является прецедентом, вот. Потому что, ну, понятно, что из ниоткуда подобная, подобная позиция вряд ли, вряд ли возьмётся, да? Вот. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Поэтому давайте, вот, мы с Вами будем исходить именно из, вот, именно из этих вот аспектов, именно из этих аспектов, что Вам это кто-то внушил, что это не Ваша позиция, что это не Вы сами считаете, что Вам прямо нужно избавляться от зависимости, зависимости и так далее, и так далее, и так далее. Это, это первое, это первое, первый момент. Значит, значит, момент второй, второй момент. Вы пишите, значит, сколько можно пить кофе в день и есть сладкого, чтобы это не считало зависимости. Опять, опять же, здесь есть в некоторой степени ловушка, ловушка для Вас. Значит, какая ловушка для Вас? Ловушка такая, что считалось кем, понимаете, кем считается, что-либо зависимостью, что это кто-то посчитал, что у Вас зависимость. Опять же, опять же, здесь идет ориентация на другого человека. А не на себя. Понимаете? И это, на мой взгляд, не есть хорошо. То есть, это говорит о том, что Вы не уверены в себе. Понимаете? Вот. И если Вы не уверены в себе, то в таком случае зависимость действительно может быть. Но вид ее и форма, вид и форма зависимости может быть совсем не такой, как Вы ее себе представляете. Потому что Вам внушают одно, а есть на одна на деле другое. Понимаете? Вот. И поэтому я думаю, что ориентироваться нужно в первую очередь на себя. Вот. А не на то, что говорит. Единой нормы нет. Вам об этом уже сказали. Вот. Но меня интересует все-таки немножко другой момент. А если бы, если бы, вам бы кто-то сказал, что, знаете, вот, норма есть, да, тут там, допустим, две чашки кофе, да, и все. Вот. Вот. Вы бы, что, стали следовать этому, тому, что Вам сказали. Вы спрашиваете, Вы задаете вопрос вот такого типа, с какой целью? То есть, Вы действительно готовы, как сказать, Вы действительно готовы следовать тому, что Вам говорят, вот, рекомендуют, Вы действительно готовы делать так, как кто-то говорит, а не ориентироваться при этом на себя. Если так, то вот Вам уже триггер, паттерн, если угодно, для зависимости. Вот. То есть, это не, это не, это не кофе, это не сладкое, да. Это именно, именно, вот, как раз, вот эта вот позиция Ваша, Ваша, что мне там скажут и я буду делать, например. Вот эта позиция может как раз таки свидетельствовать о том, что у Вас эта самая зависимость имеет место быть. Но, еще раз повторю, дело здесь совсем не в кофе или сладости, а дело здесь именно вот в том, как Вы воспринимаете себя и, ну вот, то, что, нужно именно Вам. Я бы, я бы так, я бы так сказал бы. Ну вот. Поэтому, моя Вам рекомендация, да, она будет такой, что, даже если у Вас зависимость, даже если у Вас действительно есть зависимость, от кофе или от сладкого, да, или от чего-то еще, это даже не важно, даже не важно. Если у Вас есть эта зависимость, то Вы от нее не избавитесь, до тех пор, пока не доходите от Вас сами. То есть, пока Вы не будете хотеть сами избавиться от зависимости, да, я думаю, что ничего не будет. Потому что Вы всегда будете думать, как бы, о других, всегда будете Вы думать о том, что, а вот считается ли это, там, зависимостью. То есть, нужно больше ориентироваться именно на себя, ибо работа с зависимостью, да, работа с зависимостью. То есть, это Ваша работа, это Вам нужно будет делать, знаете, это Вам нужно будет, а, можно сказать, ну, прикладывать усилия какие-то, знаете. Это Вам нужно будет стараться, что-то менять, что-то делать, что-то менять. Вам, не кому-либо другому, а Вам, и реального результата Вы добьетесь только тогда, и только если, сами дойдете до того, что вот скажете, все. Все. У меня зависимость. У меня зависимость. А, во всех остальных случаях, это просто игра. Да. И, с толку, с толку от этой игры никакого, никакого, никакого. Потому что Вы будете стараться удовлетворить, там, других людей, которые, ну, окружают Вас, например, например. Вот. И, собственно, в этом ничего хорошего на самом деле не будет для Вас. Это я совершенно точно могу Вам сказать. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был для Вас полезен. Если у Вас остались вопросы, дополнительно пишите в личку, буду рад помочь. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю Вам всего самого доброго и удачи.